От жевательной резинки и шин для автомобилей до деталей для ядерных баллистических ракет. Линейка продукции, выпускаемая на Ефремовском заводе синтетического каучука, широка. Подобных предприятий в России всего два. Но Ефремовский завод в последние годы переживал непростые времена. Объемы производства с каждым годом сокращались. В этом году с завода уволилась почти треть работников. Мощность этого цеха по производству полибутадиена составляет 125 тысяч тонн продукции в год. Но из-за нехватки сырья, которое приходилось покупать за рубежом, объемы производства с каждым годом сокращались. В этом году цех и вовсе пришлось законсервировать. Директор завода Владимир Беликов рассказывает Алексею Дюмину, как только вопрос с сырьем будет решен, цех сразу смогут расконсервировать и запустить. С ростом цены на валюту бутадиен по стоимости стал буквально золотым. Производство полимера оказалось нерентабельным. Получаемый продукт идет в основном на изготовление автомобильных шин. На предприятии решили развивать параллельное направление – синтез другого органического субстрата из-за бутилена. Получаемый из него полимер используется в более широкой сфере и производство выгоднее. Сегодня мы подписали соглашение о том, что завод СК инвестирует в модернизацию и постройку новых производств полтора миллиарда рублей в течение двух лет последующих. Поэтому мы считаем, что предприятие будет развиваться на другом уже технологическом уровне, на более высоком. Мы в состоянии будем производить продукцию с большой добавленной стоимостью, и которая пользуется спросом не только у нас в России, но и за рубежом. Переговоры о реализации инвестиционного соглашения с компанией-владельцем Ефремовского завода проводились при личном участии Алексея Дюмина. Сохранить градообразующее предприятие важно не только для региона. На нем сейчас трудится более тысячи человек, но и для страны в целом. Завод в том числе выполняет важный гособоронзаказ. На встрече с коллективом Алексей Дюмин заверяет, следить за тем, чтобы предприятие развивалось, будет лично. Вопрос решали на уровне администрации президента. В вручном режиме мы будем фиксировать каждый поэтапный шаг для того, чтобы за полтора миллиардами еще какие-то дополнительные соглашения, для того, чтобы ваше предприятие инвестировать и дополнительно стимулировать. Для того, чтобы вы себя чувствовали уверенно сегодня и в завтрашнем дне. Будет на следующий год и гособоронзаказ. Без работы завод не останется, продолжает Алексей Дюмин. Директору предприятия, руководители региона поручил подумать и над увеличением оплаты труда. По словам работников задержек, с выплатами сейчас нет, но зарплаты невысокие. Что касается будущего завода, то законсервированные производства смогут открыть, когда появится доступное российское сырье. Для этого нужны дополнительные нефтеперерабатывающие предприятия. Проект по созданию такого завода на территории Ефремовского района уже прорабатывается в правительстве региона. Надежда Милехина, Роман Тюкин, Первый Тульский.